Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о кишечной палочке непосредственно в уретре или уретритах, вызванных кишечной палочкой. На примере пациента, который длительное время мучается жалобами на сжение, зуд, покраснение уретры, выделение такого слабого и слизистогнойного характера, урологи прописывали ему антибиотики, он обстрелывался на ЗПВП с отрицательным результатом неоднократно и, соответственно, мы видим с вами на картинках, как есть выделение, есть небольшое покраснение уретры, ну и пациенты беспокоят все соответствующие явления. Часто, естественно, что пациенты перед посещением вашего покорного слуги пьют килограммами антибиотики, ну в данном случае это юнидоксолитаб, леофлоксоцин, азитромицин, джозомицин и прочие цины. Поэтому в принципе, в общем-то и целом, выбирать было относительно не из чего. Соответственно, мы перепроверили некоторые вирусы, которые могут вызывать воспаление, в частности, атеновирусы, там вирус герпеса и так далее, однако они также оказались отрицательными. Ну и из канала у пациента выявлена кишечная палочка, вы можете видеть скрин, соответственно, такого посева, там чувствительность всего три антибиотика, в общем-то, что достаточно немного, ну и соответственно бактериофаги. Здесь, соответственно, что в этом случае необходимо делать? Ну, такого пациента либо ложится стационар, да, и колоть его минимум три раза в сутки и тем же гентомицином, параллельно со всякими другими вещами, да, либо, соответственно, в общем-то мы дали внутрь такому пациенту антибиотик, которым чувствительна кишечная палочка, это к фосфомицину в нашем случае, да. Ну и плюс к этому, естественно, комбинация с другими антибиотиками, это непосредственно у нас было введение в саму уретру, да, ну и соответственно введение также в заднюю часть уретра репрестательную железу с помощью электрофореза. Это пропитывание рактовагинального тампона, да, специфического и, в общем-то, с помощью электричества вместе с тем же самыми ферментами данный антибиотик поступает, тот же самый гентомицин, например, непосредственно в уретру, в заднюю часть, и мы также проводим непосредственно что? Проводим введение в переднюю уретру с помощью катетера антибиотик, да, непосредственно с помощью того, что называется ФАТЭКом, это специальный аппарат, вы можете видеть на картинке, да, как это происходит. ФАТЭК активирует все антибиотики, он, по сути дела, подвергает их ультразвуковой волне, да, ультразвуковой активации, проявляется так называемый эффект кавитации, когда антибиотики, в общем-то, взбиваются и образуются там активные пузырьки по типу перекиси водорода, да, которые активно воздействуют на те биологические пленки, которые образует та же самая кишечная палочка в уретре, да, и поэтому именно она недоступна для антибиотиков. Почему? Кроме того, что такая низкая чувствительность кишечной палочки, да, даже при употреблении антибиотиков тех же самых, мы не достигаем результата. Все очень просто, потому что данная кишечная палочка формирует биологические пленки, внутри которых, чтобы концентрация убила ту же самую кишечную палочку, нужна концентрация в тысячу раз выше, чем мы даем в тех же таблетках, уколах и так далее. Именно поэтому местное применение тех же антибиотиков, активированных непосредственно той же самой лидазой, если мы это делаем электрофорезом, в сочетании с ультразвуковой терапией, непосредственно обладает тем самым действием на биологические пленки, которые непосредственно размывают эти биологические пленки, атакуют с помощью вот этих самых пузырьков ультразвука, и в результате чего наступает иллюминация подобных бактерий. Ну, плюс к этому, естественно, что необходима первая ферментативная терапия, та же самая лангидаза внутреносечная, плюс к этому необходима та же самая неспецифическая стимуляция иммунитета, это ультрафиолетовое облучение крови, это озон, кальций, глюканат, вот такие вещи, которые, в общем-то, повышают резистентность организма, что было применено данному пациенту. Поэтому пациенты с хроническими эротритами, которые часто развиваются после того, как таблеточники в кавычках «удачно» полечили хламидию или уреоплазму, чаще всего заканчиваются именно этим, то есть осложнением в виде хронического воспаления, на которое часто садится та же самая кишечная палочка, энтерокок, потом, в которую бьются урологи и таблеточники такие же, как и дерматовенерологи, не могут вылечить, а всё дело конкретно в низкой чувствительности данной кишечной палочке к антибиотикам, а также в резистентности с помощью биоплёнок. И вот этот механизм простые антибиотики, которые глотают пациента килограммами, в результате этих механизмов соответственно антибиотики неэффективны. Поэтому сейчас и так много хронических уротритов, хронических уротропростатитов сформированных именно потому, что современные доктора и пациенты перешли только на таблетки. Этим и обуславливается кишечная палочка, энтерококок и все эти неудачи, которые в общем-то сплошь и рядом сопутствуют лечению как половых инфекций с формированием хронических уротритов, так и тех самых хронических уротритов, развившихся самостоятельно после сексуального контакта, орального контакта, анального контакта, которые часто присутствуют у подобных пациентов. При необходимости диагностики и лечения различных воспалений мочеполовых органов у мужчин и женщин вы можете обратиться к урологам-венерологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем Вас на нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на Instagram. Спасибо за внимание.